МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожар в цирке начался в 11 дня. В это время в нём находилось 20 человек. Сотрудники незамедлительно начали эвакуацию. По легенде, учение пожар случился из-за пиротехнических средств. Огонь стал быстро распространяться по горючей отделке в помещениях аппаратной. На сцене в коридорах в помещениях цирка произошло сильное задымление. По сценарию в дымовой засаде осталось ещё 4 человека. Слышите, вот пожар. Не могу ли? Спасатели развернули воздушную подушку, чтобы эвакуировать пострадавших с крыши цирка. После чего передали их службе спасения. Организованный штаб следит за совместной работой различных служб. Цель учения – отработать приёмы тушения пожара в учреждениях культуры. Цирк, как социально значимое учреждение культуры, должно быть под особым контролем. Ведь мы имеем дело с массовым посещением зрителей. В цирке зрительный зал помещает 1100 зрителей. Четыре выхода. Центральный вход, за кулисы – дифорган и два боковых выхода. За кулисы имеют ещё несколько аварийных выходов прямо на улице. Это уже было предусмотрено проектом во время реконструкции. Тушение пожара было задействовано 10 единиц основной техники – полиция, два отряда ППС и два наряда ГИБДД, 40 человек личного состава пожарных. В ходе мероприятия пожарные использовали тепловизор, позволяющий обнаружить пострадавших в неосвещённых задымлённых помещениях. Силами администрации цирка была произведена эвакуация людей. Также силами пожарных подразделений была произведена разведка и поиск пострадавших. На данный момент было найдено 4 пострадавших. Условный пожар в Астраханском цирке потушили за 40 минут. Эвакуация людей и ликвидация возгорания прошла успешно. Эвакуировать пришлось не только людей, но и животных. Правда, последних спасали только условно, без участия самих цирковых артистов. Жанна Алиева, Вячеслав Ермовский, Новости, 24 Астрахань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова